Пожалуйста. Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые коллеги, дамы и господа, прежде всего хотел бы выразить признательность президенту Республики Беларусь за то, что он откликнулся на приглашение и приехал сегодня в Москву. Понимаем, что рабочий график президента сейчас весьма загружен в связи с необходимостью подготовки очень важного внутриполитического мероприятия, предстоящего 27 февраля общенационального референдума по новой редакции Конституции страны. Конечно же, желаем белорусским друзьям его успешного проведения. Отмечу, что наши сегодняшние переговоры прошли в конструктивной, деловой, дружеской атмосфере, как это у нас и сложилось за многие-многие годы. Как уже не раз подчёркивалось с обеих сторон, Россия и Белоруссия – добрые соседи, ближнейшие союзники, стратегические партнёры. Нас прочно объединяют общая история, духовные ценности, родственные, семейные связи. Разноплановое двухстороннее сотрудничество неизменно выстраивается на принципах взаимного уважения, поддержки и учёта интересов друг друга. Естественно, особое внимание мы всегда уделяли и будем уделять расширению торгово-экономических связей. Несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, торговля растёт. По итогам 2021 года товарооборот увеличился более чем на треть – 34,4% и составил значительную сумму – 38,5 миллиардов долларов. В Россию экспортируется около половины всей производимой Беларуси продукции. В свою очередь, наша страна – один из лидеров по инвестициям в реальный сектор экономики республики. Российские капиталовложения составляют порядка 30% общего объёма иностранных инвестиций в Беларусь. И мы, безусловно, будем стремиться создавать ещё более комфортные условия для бизнес-кругов двух стран, поощрять предпринимательские инициативы. Разумеется, одной из центральных тем наших с Александром Григорьевичем переговоров были вопросы, связанные с развитием интеграции и строительством союзного государства. Мы подробно рассмотрели ход выполнения стратегических решений, утверждённых на заседании Высшего государственного совета союзного государства 4 ноября 2021 года. Обсудили, как реализуются 28 отраслевых союзных программ и в целом положение договора о создании союзного государства. В ходе переговоров отметили, что, по сути, эти 28 программ, о которых мы говорим, это не что иное, как продолжение давно сформированных направлений нашего взаимодействия и интеграции. С обеих сторон было отмечено, что российские и белорусские профильные ведомства наладили продуктивную совместную работу по всем направлениям интеграции. Хорошие темпы набрала группа высокого уровня по координации интеграционного взаимодействия. Очередное заседание, которое прошло уже в середине декабря. Плотные контакты поддерживаются и по линии правительств. Упомянув, что премьеры двух стран за минувший год встречались в 8 раз. Собственно говоря, они на постоянном контакте находятся, практически еженедельно, если нужно. Мы с Александром Григорьевичем, конечно же, держим на постоянном личном контроле реализацию договорённостей, связанных с интеграционными процессами и строительством. Можно выделить ряд сфер интеграции, где в последнее время есть реальное продвижение. В частности, в транспортно-логистической отрасли по территории России существенно возрос транзит многих категорий белорусских экспортных товаров в третьи страны. Будем и далее последовательно формировать единый рынок перевозок союзного государства. В кредитно-финансовой сфере предпринимаются совместные меры по нивелированию и минимизации последствий нелегитимных санкций некоторых стран, нацеленных на то, чтобы осложнить социально-экономическую ситуацию в обеих наших странах. Развернута работа и по таким важным направлениям, как интеграция платёжных систем и создание общего платёжного пространства, гармонизация налогового, таможенного и трудового законодательства другства, объединение рынков газа, нефти, нефтепродуктов, электроэнергии. Подчеркну, что все наши совместные усилия по реализации экономической повестки союзного государства в конечном итоге направлены на обеспечение экономического роста и на повышение уровня жизни наших граждан. Аналогичные задачи стоят и перед другими нашими масштабными интеграционными проектами. Имею в виду Невразийский экономический союз, в рамках которого формируется по-настоящему единый невразийский рынок товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Важно, что все государства, члены Еврозес, ощущают реальную практическую отдачу от этих процессов. В ходе сегодняшних переговоров, конечно же, подробно обсуждалась и тема укрепления единого оборонного пространства России и Белоруссии. Договорились и впредь коллективно принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности двух стран в свете нарастающей военной активности стран НАТО на внешних границах союзного государства. В этом контексте совместно дали высокую оценку учениям союзной решимости 2022, активная фаза которых продлится в Беларуси до 20 февраля. Должен констатировать, что эти учения имеют сугубо оборонительный характер и никому не угрожают. Как известно, Министерство обороны двух стран заблаговременно объявили о замысле и целях всех этих, подчеркну, плановых манёвров. И на этих мероприятиях, как сегодня проинформировал и Александр Григорьевич, он там был, смотрел, очень много представителей атошатов зарубежных стран, которые своими глазами наблюдают за происходящими событиями. По просьбе президента Лукашенко поделился с содержанием своих последних контактов с лидерами западных государств по тематике предоставления России со стороны США и НАТО долгосрочных и юридически закреплённых гарантий безопасности. Считаем вполне естественным и понятным, что этот вопрос также волнует наших белорусских союзников. Обсудили ситуацию, складывающуюся вокруг продвижения российских требований к Западу, главные из которых сводятся к недопущению дальнейшего расширения НАТО, отказу от размещения ударных вооружений вблизи границ России и возврату военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт России и НАТО. Как уже говорил ранее, США и другие члены Альянса пока не настроены, к сожалению, адекватно воспринимать эти три стержневых элемента нашей инициативы. В то же время имя сформулирован ряд идей по вопросам европейской безопасности, ракет средней и меньшей дальности, военной транспарентности, которые Россия не против обсуждать. И мы готовы идти по переговорному треку при условии, что все вопросы будут рассматриваться в комплексе, без отрыва от основных российских предложений, реализация которых для нас безусловный приоритет. Затронулись с Александром Григорьевичем и непосредственно проблематику внутриукраинского конфликта. Процесс урегулирования по-прежнему буксует, не помогает, несмотря на все наши усилия и контакты на уровне советников и лидеров стран нормандского формата, наши консультации по этому вопросу с партнерами. Киев не исполняет минских соглашений и, в частности, категорически отказывается от прямого диалога с Донецком и Луганском, саботирует, по сути, выполнение договоренностей по внесению изменений в Конституцию, особому статусу Донбасса, местным выборам и по амнистии, по всем ключевым вопросам минских соглашений. Да и в целом на Украине массово и систематически нарушаются права человека, на законодательном уровне закрепляется дискриминация русскоязычного населения. Констатировали с президентом Белоруссии, что залог восстановления гражданского мира на Украине и снятия напряженности вокруг этой страны является выполнение минских договоренностей. Всё, что нужно сделать Киеву, это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению конфликта. И чем раньше это произойдёт, тем лучше. К сожалению, прямо сейчас мы наблюдаем напротив обострения ситуации на Донбассе. В заключение я хотел бы выразить признательность Александру Григорьевичу за продуктивную совместную работу. Убеждён, что прошедшие сегодня переговоры послужат дальнейшему укреплению всего комплекса союзнических отношений России и Беларуси. И завтра, как мы договорились, примем участие тоже в плановых мероприятиях, связанных с нашей совместной военной деятельностью. Пожалуйста, Александр Григорьевич. Уважаемые друзья, наша сегодняшняя встреча с Владимиром Владимировичем проходит на фоне беспрецедентного нагнетания военно-политической напряжённости в мире, о чём только что президент сказал. Учитывая остроту ситуации, мы с президентом много внимания уделили именно этой проблематике, обсудили наши возможные совместные действия, как ответ на агрессивное поведение западных партнёров. Ещё раз хочу подчеркнуть, никто не хочет не просто войны, а даже обострения ситуаций, каких-то конфликтов. Нам это не надо ни русским, ни белорусам, ни россиянам, ни белорусам. Наверное, вы, люди, посвящённые проблематике, увидите, что это уже не зависит даже и от наших соседей, в том числе от Украины. От кого зависит нагнетание напряжённости на наших границах, вам также очевидно. Впервые за десятки лет мы оказались на пороге конфликта, к сожалению, способного затянуть как воронку практически весь континент. Мы видим сегодня во всей красе безответственность и, уж простите за прямоту, скудоумие ряда западных политиков, не поддающиеся логике разумному разъяснению поведения руководителей стран-соседей, их прямо-таки болезненные желания пройтись по самому краю. Владимир Владимирович только что очень мягко сказал об обострении ситуации на Донбассе. Но, к сожалению, это так, там уже люди готовы бежать оттуда и, возможно, уже бегут, как нам известно. Это ненормально. У меня сложилось впечатление, что отдельные облегчённые и облачённые, прежде всего, высокими и ответственными должностями политики так называемого свободного мира просто патологически опасны и для окружающих, и, самое главное, для собственных народов. Уже через несколько дней, как было сказано, завершится совместное белорусско-российское учение «Союзная решимость-2022». Завтра у нас с Владимиром Владимировичем совместное мероприятие на территории Российской Федерации, о котором средства массовой информации будут знать. Что касается учений, завершающихся 2022, я объяснял его суть. Президент только что об этом сказал. В условиях возрастания военной опасности на наших границах, накачивания Украины оружием, Беларусь и Россия вынуждены искать адекватные способы отражения возможного нападения, в том числе на своих, как для Беларуси, южных рубежах. И нет ничего здесь удивительного, что мы присматриваемся к этим рубежам. Юга Беларуси – это почти полторы тысячи километров, чтобы защититься. Ищем точки, где нам прежде всего вести оборону. У нас в Российской Федерации общая система противовоздушной обороны, единая региональная группировка войск, то есть совместная армия, совместные центры подготовки специалистов, наконец, военная доктрина союзного государства. И мы все эти документы и направления нашей деятельности никогда, Владимир Владимирович, ни от кого же не скрывали. Это всем известно. Поэтому проведение учения – это наше общее обусловленное обстановка и решение. Да и проводим мы учения максимально транспарентно, на своей территории. При этом ни от кого ничего не скрываем. Все происходит под пристальным взглядом целой армии, атташе и прессы. За внешней политикой мы не оставили без внимания ход интеграции в союзном государстве. Четыре с половиной месяца прошло с момента подписания декрета Высшего Госсовета союзного государства. В нем утверждены основные направления реализации положения договора о создании союзного государства на 2021-2023 годы и 28 союзных программ. Примерно на 30% мы продвинулись в выполнении этих программ. Что сделано по этим программам, как продвинуться, об этом уже сказано немало. И только что президент на это указал. Конкретно сейчас особое внимание сосредоточено на следующих направлениях. Налоговая сфера, таможенное сотрудничество, формирование объединенного рынка газа. Кстати, не меньше, а то и гораздо больше пострадают те, кто в санкционной войне полез на передовую. Это тема, которой мы посвятили, Владимир Владимирович, особое внимание. Потому что вот этот бандитизм, попытка навязать нам экономическую войну, она уже развязана против нас. Она нам дорогого стоит. Мы, конечно, научились уже противостоять этим санкциям, укрепились, мы это констатировали, товарооборот между нами об этом свидетельствует. Но, тем не менее, мы вынуждены очень много внимания уделять противодействию санкционному давлению. И мы об этом сегодня очень много говорили. Я благодарен президенту России, вам, Владимир Владимирович, за те распоряжения, которые только что вы отдали руководству Российской Федерации, ничего не скрывая от меня в моем присутствии. Я вам за это очень благодарен. Но то, что мы, белорусы и россияне, выстоим и выйдем из этой гибридной войны, это уже понятно. Мы видим, как усилилась кооперация в промышленности, а в структуре двусторонней торговли появились десятки новых товарных позиций. И как диверсифицируются наши внешноторговые потоки, мир большой. На все ворота замки не повесишь и все транспортные пути не перекроешь. Отдельный блок переговоров был посвящен экономике. Отрадно, что мы сработали неплохо в прошлом году. Несмотря на разного рода пандемии и вирусы, мы нарастили наш товароборот практически до 40 миллиардов. И это то, что можно учесть. А народный экспорт, импорт, границ, что нет между Беларусью и Россией, это тоже миллиарды долларов. Важно, что и белорусская, и российская экономики активно росли весь год. И по темпам валового внутреннего продукта, и по производству промышленной продукции, и по многим иным направлениям реального сектора экономики. Разумеется, мы говорили больше не об успехах, а о проблемных вопросах. Их становится меньше, но они пока есть. Обсуждали меры по поддержке экономики, укреплению финансовой стабильности, наращиванию деловой активности, развитию кооперации. Естественно, я проинформировал президента России о том, как Беларусь готовится к важнейшему политическому событию, к конституционному референдуму. Мы проведем его достойно. В интересах белорусского народа это не будет никак противоречить нашим отношениям с нашей братской Россией. Запад же активно пытается руками наших беглых, если не дестабилизировать, то хотя бы подраскачать ситуацию в стране. Там, правда, давно уже никто не тешит себя иллюзиями. Повтора августа 2020 года. Это важно. Это укрепляет уверенность в том, что вместе мы сумеем преодолеть самые сложные ситуации, противостоять любым вызовам, угрозам и построить наше общее будущее. И пусть даже никто не рассчитывает, что мы дрогнем перед какими-то сложностями, трудностями и проблемами. Повторю то, что я сказал совсем недавно. Мы не хотим войны. Но если кому-то не имется, ответ будет совершенно асимметричный. Наверное, все в мире это понимают. И в этом направлении, защищая безопасность своих народов и своих государств, мы будем действовать адекватно. И вот Владимир Владимирович заметил, я абсолютно с ним согласен, нас пытаются разорвать, развести. И не только Россию и Беларусь, но все те государства, которые настроены на единение. Это тоже не тот путь. Ничего не получится. Казахстан тому свидетельство. Мы это ценим. Благодарю за внимание. Вы хотели посмотреть, будем мы далеко друг от друга или будем рядом увидели. Это не так СМИ все время. Александр Григорьевич, Владимир Владимирович, может быть, вы вернетесь тогда к Пупитеру, потому что они не смогут записать звук. Микрофон тогда дайте Колесникову. Газета «Коммерсант» просто вы сказали, что да, можно задать вам вопрос. Газета «Коммерсант». Газета «Коммерсант» понятно. Газета «Коммерсант». И что вы разговариваете, сколько я буду президентом? Вы недавно сказали, что если Запад продолжит быть агрессивным, то вы будете вечным президентом. В связи с этим, как оцениваете на сейчас шансы белорусского народа потерять вас? Просто мне кажется, что они все более и более ничтожные. И вопрос к президенту России. Владимир Владимирович, как вы пережили вторжение России на Украину позавчерашнюю ночь? Спасибо. Я, честно говоря, начну, если позволите. Я не обращал просто на это внимание. Вбросов очень много. Постоянно реагировать на них – это себе дороже. Мы делаем то, что считаем нужным делать. И будем так поступать дальше. Конечно, мы смотрим, что в мире происходит, вокруг нас происходит. Но мы имеем четкие, понятные ориентиры, соответствующие национальным интересам российского народа и российского государства. Если можно, тогда еще вопрос. Владимир Владимирович, мы не вторглись на Украину, и они, бедные, так, видимо, расстроены. Ищут новый повод подтолкнуть Украину к каким-то провокациям. Что касается, извини, Дима, касается моего президентства. Вот мы сейчас старшим братом посоветуемся и решим, что вы переживаете. Все будет нормально. А то, что вы правильно сказали, меня даже удивило, что коммерсант уже так говорит и заявляет. Шансы этих людей, силы сломать Беларусь, ничтожны, как вы сказали. Лучше не скажешь. И все дальше и дальше они будут ничтожнее. Ничего у них не получится. И с белорусским народом, что мы там диктатура, кого-то наклоняем, давим, травим. Это никакого отношения к этому не имеет. Это сказка. Никого никто там не травит и не давит. Мы просто адекватно реагируем на тех, кого они подталкивают к государственному перевороту в Беларуси. Подталкивали. Вот и вся повестка. Давайте для паритета вопрос от белорусских журналистов. Точно так, как они сделали это в Украине. Хотели повторить. Не получилось и не получится. Я про Казахстан не зря намекну. Это в том числе. Алёна Сырова, телеканал СТВ. Александр Григорьевич, Владимир Владимирович. Мой вопрос сразу вам обоим адресован. Вот вы в своих выступлениях упоминали ту санкционную войну, которая развязана против нас, против вас. И мы видим то, что планомерно давление усиливается. Из последнего это закрытие транзита калийных удобрений. России всё грозится превентивными санкциями, которых вы доселе не видели. И в связи с этим вопрос. Александр Григорьевич, вы упоминали, что был принят ряд каких-то решений, распоряжений. Вот буквально сейчас во время переговоров. Каким вы видите возможное антисанкционное противодействие? И мы очень часто говорим о том, что в контексте интеграции, в кооперации силы, в контексте противодействия санкциям, в чём она? И кто нам здесь может помочь? Мы сами себе должны в этом смысле помогать. И как раз на это и направлена наша сегодняшняя встреча. Это прежде всего в центре нашего внимания находилось. Александр Григорьевич уже об этом сказал. Это экономические вопросы, вопросы экономического взаимодействия. Ну, так очень хорошо, образно Александр Григорьевич сказал, что мир большой, всё на замок не закроешь. Это так оно и есть на самом деле. Я присоединяюсь к такой оценке. Мы говорили по всему комплексу проблемных вопросов, в том числе и о том, который вы упомянули. Я сейчас не буду говорить о деталях, но решение всегда есть. А в каком направлении нам нужно двигаться в целом, я уже говорил и хочу подчеркнуть. Вот это санкционное давление, во-первых, оно является абсолютно нелегитимным. Это грубое нарушение международного права, о котором те, кто сейчас говорит об этом, заботятся только тогда, когда им это выгодно. А когда невыгодно, они с удовольствием забывают про все нормы международного публичного права. Мы это прекрасно и понимаем. К сожалению, мы живём в такой парадигме уже много-много лет, потому что власть, придержащие, как они считают себя хозяевами, хозяева жизни сегодняшней, они всегда интерпретируют всё только в свою пользу и пренебрегают интересами других. Но путь преодоления вот такого состояния дел только в одном – укрепляться самим изнутри. И прежде всего, конечно, в сфере экономики. Вот вы говорите о санкциях. Санкции будут вводить в любом случае. Есть какой-то повод сегодня, допустим, связанный с событиями на Украине, или нет такого повода, он будет найден. Потому что цель в другом – цель затормозить развитие, в данном случае, России и Белоруссии. Вот преследуя эту цель, всегда будет найден повод для того, чтобы ввести те или иные ограничения, нелегитимные, повторяю, и это ничто иное, как недобросовестная конкуренция. Вот, собственно говоря, в этом всё дело. За предыдущие 8 лет многое было сделано в России на этом направлении. Это называется импортозамещение. Мы не всё сделали, что планировали, но в целом, можно сказать, на 90 с лишним процентом задачи, которые мы перед собой ставили и формулировали, решены. Нам ещё многое предстоит сделать, и это называется повышением уровня экономического суверенитета. Многие страны мира сталкиваются с сегодняшними ограничениями, даже союзники Соединённых Штатов. Просто рот закрывают, молчат, терпят, но, как я много-много-много лет назад уже говорил, никому это не нравится. И вторичные санкции не нравятся, и прямое санкционное давление не нравится. Рано или поздно этот нарыв, конечно, прорвётся. Но для нас сегодня важно поднимать уровень своего экономического суверенитета и быть более дееспособными, современными, придавать новые импульсы развития современных направлений экономики, развития экономики. Это цифровизация, искусственный интеллект и так далее, генетика и так далее. Это сложная, большая работа. Сегодня на завтра этот вопрос не решишь, но надо двигаться по этому направлению. И интеграционные процессы, которыми мы занимаемся, они как раз посвящены именно этому – задачи повышения нашей конкурентоспособности. И на этой почве мы будем стремиться поднимать и уровень благосостояния наших граждан. Вот, собственно, мне кажется, это всё, что можно сказать в таком режиме пресс-конференции. Суть наших переговоров, как итог, вот большая часть времени была отведена экономическим вопросом, в том числе и санкционным удавлением. Президент только что сказал суть, что бы мы ни делали, как бы мы ни старались что-то сделать, хотя мы видим, прежде всего, свои интересы, свои народы и так далее, они всё равно найдут повод, чтобы и дальше углублять развязывание вот этой экономической войны. Это уже не просто санкции, это экономическая война, развязанная против нашего Союза. В этом суть. Что касается конкретики, Владимир Владимирович уже не стал говорить конкретно. Мы конкретно обсуждали некоторые темы, особенно важные. Допустим, вот вы напомнили о калийных удобрениях. Я благодарен, Владимир Владимирович, за то, что он непосредственно отдал команды, так как я попросил. Нам нужен порт. В нарушение международных соглашений нам закрыли те дороги и пути, порты, где мы работали. А это нельзя. Там, где государство, если не имеет выхода к морю, никто не имеет права закрыть этот путь, если ты имеешь выход к морю. Допустим, Россия имеет выход к морю, она никому не закрывает этот путь. Литва, Латвия, Украина имеют выход. Они закрыли. Это нарушение. Ну, я уже об этом не ору, просто напоминаю. Президент России отдал распоряжение, я его попросил, чтобы помогли нам россияне. Не было волокиты в бюрократии. Там дело не в деньгах. Деньги на это есть. Чтобы мы на родине, под Ленинградом, под Питером могли построить свой порт и переваливать миллионы тонн грузов там. При мне были отданы распоряжения, чтобы немедленно это строительство началось. И мы будем грузить в течение года полутора, не знаю там сколько, вот посол сидит, он занимался этим вопросом, мы будем грузить там эти миллионы тонн грузов. Но если мы уже уйдем с Украины, Литвы, которая на 30% уформировала свой бюджет за счет нашего транзита, мы туда не вернемся. Поэтому мы выстоим. И очень правильно было сказано, какая была ни была ситуация, санкции это и момент возможности. И главное это импортозамещение. Обойдемся. Вот, Владимир Владимирович, 90%. Ну, останется на нас 10% на Беларусь, Россию по кооперации. Мы все равно выйдем из этой ситуации. Даже по самым чувствительным для нас, белорусов и прежде всего россиян, по самым современным и серьезным технологиям. Мы умеем делать все. Мы показали, это Россия. Пандемия началась. Кто первым вакцину произвел? Россия. Поставила белорусам следом мы, Владимир Владимирович, молодцы. 2,5 почти миллиона доз вакцин мы уже произвели в Беларуси по технологии России. Мы и свои технологии создаем. Сумели сделать? Сумели. Сделаем и решим и другие вопросы. Спасибо большое. Спасибо. 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 Продолжение следует...